Сегодня в век высоких технологий далеко вперед ушли практически все сферы жизнедеятельности человека. К сожалению, эволюционируют и злоумышленники, которые занимаются подделкой документов. Фальшивые водительские удостоверения, документы о техосмотре, визы различных государств, паспорта. Это наиболее частые образцы, которые попадают в руки экспертов. В каждом из них свои нюансы, на которые специалист обращает пристальное внимание. Если говорить о сертификатах, о прохождении гостехосмотра, то здесь чаще всего, конечно, либо оно полностью поддельное, но, наверное, чаще это все-таки частичная подделка, когда вносятся изменения именно в даты. То есть что-то, допустим, подчищается, либо удаляется какими-то другими способами, и вместо этих дат вносятся новые данные, то есть, допустим, увеличивается год, когда можно пройти техосмотр. Свидетельство о регистрации транспортных средств, то здесь, ну, чаще всего подделка полная, то есть бланки изготавливаются не предприятием, и, соответственно, вся информация на них не соответствует действительности. Конечно, на помощь в работе эксперта приходит современное оборудование, база данных, поддельных документов и внимательность. За короткий срок специалист дает четкий ответ, является ли документ поддельным. Все реже на экспертизу стали попадать дипломы об образовании и листы нетрудоспособности. Да и поддельных паспортов и виз стало в разы меньше, говорят сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз Побресской области. Закрытые границы по всему миру в связи с пандемией дали свои положительные плоды, но не на все 100%. Нам пришли на исследование эти документы, это вид на жительство и виза Евросоюза. Что смутило, в принципе, вот смотрите, нечеткие немножечко изображения сами по себе. Вот этот элемент, который у нас специально защита имеет, он должен менять цвет при изменении угла. Соответственно, здесь мы, когда его рассматривали, он не менял цвет. Плюс вот эти элементы тоже должны специальным способом защиты. Здесь, в это окошечко, должен просматриваться номер. Ну, видите, он здесь просматривается, но не выполнен тем способом защиты, который должен был быть. Конечно, такие мелкие нюансы будут заметны лишь специалисту, которого уж точно не удастся обмануть. Такая же ситуация и с фальшивыми деньгами, которые тоже не являются редкими гостями в стенах Комитета судебных экспертиз. Нам в управление в основном на экспертизу поступают поддельные денежные билеты Федеральной резервной системы США, Астрального банка России, Европейского астрального банка и Национального банка Республики Беларусь. Задача, которая стоит перед экспертом, которому на экспертизу поступил поддельный денежный билет, это установление подлинности денежного билета и каким способом они изготовлены. Для решения поставленной задачи эксперту необходимо полностью исследовать все элементы и средства защиты. И уже на основании своих исследований эксперт приходит к определенному выводу. Оказаться поддельные деньги в руках человека могут разными способами. Одно дело, если он сам стал на пути фальшивоманечества. Другое, если он оказался жертвой преступников. Многие граждане, они выезжают за рубеж на заработки для выполнения сезонных работ и могут получать заработную плату наличными деньгами. Потом они приезжают в Беларусь, идут в банк их обменивать, и банки уже узнают, что у них имеется поддельный денежный билет. Также с такой проблемой могут столкнуться и люди, будучи за рубежом, которые обменивают валюту в неустановленных местах. И также покупают товар или какую-либо продукцию с рук. Поддельные банкноты разделяются на несколько видов. Бывают низкого качества, распечатанные на обычной бумаге на цветном принтере. Во втором случае на настоящую купюру в 5 или 10 долларов наклеивается лишний ноль или попросту дорисовывается. Но это не повышает качество подделки, лишь увеличивает изначальный номинал. И в третьем варианте банкнота настолько высокого уровня, что определить суперподделку сможет лишь эксперт с помощью специального оборудования. Но и сами граждане должны быть внимательны к своим деньгам. Вообще люди, которые получили денежные билеты с рук, допустим, они должны в идеале, у них должен быть еще денежный билет, который они получили в банке. И они должны сравнить визуально, пощупать денежный билет, качество бумаги, цветопередачу изображений, должно быть качество изображений, очень хорошее, качественное микротекст, он должен быть качественный, четкий, читаем. Также мы смотрим на просвет денежный билет. Здесь мы видим такие элементы защиты, как водяной знак, защитная нить. И сравниваем с денежным билетом, который мы получили в банке. Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, телекомпания БУК-ТВ.